привет всем зрителям моего чудесного розового канала с вами я пусть pink я в ванной поскольку это видео посвящено обзору и тесту на крем для лица крем для лица от марки свежая косметика крем достаточно спорный но сейчас не об этом у меня для вас очень важное объявление которое возможно поможет вам не быть в той ситуации в которой я сейчас если вы заметили мое правое ухо от моего левого уха немножко сейчас отличается отличается по той причине что на данный момент у меня острый наружный отит который я получила внимание когда чистила ушки ватной палочкой оказывается это нельзя делать поскольку внутреннее пространство уха настолько нежное тонкое чувствительное его легко травмировать и в итоге мы имеем то что имеем но как у ван гога отсутствие или же повреждение уха не будет помехой в моем творчестве поскольку этот крем не безумно интересно затестить и показать его вам покупала их продукцию на самом деле именно продукции с кокосом я осталась безумно довольно это ламинирующая продукт маска для волос реально очень блестят волосы очень красивые и конечно же кокосовая маска для лица и как мы помним марка свежая косметика не только обладает необычным дизайном виде крышечки консервной баночки но и определенной особенностью которая заключается в том что после вскрытия этой крышечки баночку нужно использовать в течение 30 дней поскольку полезные компоненты в составе продукта пребиотики и другие всякие разные вещества просто потеряют свою силу очень спорный судя по отзывам в интернете я прочитала всякое начиная от того что у людей начиналось сыт начинались прыщи аллергические реакции кому-то кстати этот крем зашел моя кожа достаточно чувствительна ухо тому яркий пример моя кожа достаточно чувствительна поэтому если сработает на мне сработает намного ком но опять же не стоит забывать про индивидуально непереносимость того или иного компонента в составе продукта и быть аккуратным максимально аккуратным то есть если вы нанесли продукт и пошла какая-то не очень хорошая реакция лучше его смыть выкинуть и больше не покупать хочу затестить как крем также я его хочу затестить как праймер то есть как базу под макияж поскольку я не люблю покупать несколько разных продуктов во первых у каждого продукта есть свой ограниченный срок годности и плюс я люблю намазать крем потом вдруг куда-то мне хочется идти я крашу сверху тональный крем и пошла покорять мир даже если он скатается вы узнаете об этом по-честному поскольку абсолютно все видео на моем канале записаны без блюро эффекта и без фильтра все по-честному как она есть да это болячка тоже неспроста я на данный момент немножко удаляю родинки со своего лица как это делать без бреда для здоровья и профессионально вы можете узнать из видео которое я оставлю в описании под этим видео там я по-честному записала весь процесс удаления родинки сняла с него защитную мембранку на самом деле пахнет потрясающе нет какого-то четко выраженного химического запаха или там ягодного запаха очень легенький такой немножко мыльный запах немножко похожая на суфле консистенция также вот такая пластиковая крышечка пластиковый корпус 50 миллилитров объем этого крема на самом деле это крайне большой объем за месяц это нужно постараться его использовать но его нужно наносить не только на лицо но и на шею поскольку шея это тоже наше лицо а кожа лица очищена накрашены только пробки реснички и стрелочки на очищенную кожу лица легенько тоненьким слоем нанести этот крем сейчас нанесем и не только на лицо но и на подбородочек на шею я люблю погуще гулять так гулять поскольку этот продукт все-таки является бюджетной ценовой категории позволить его может каждый на тот случай если он не зайдет в принципе его даже и вытянуть не жалко а вдруг зайдет я очень люблю когда попадаются такие самородки самородки beauty industry в мире косметики в мире уходовой косметики по очень низкой ценовой категории я прям ликую в эти моменты думаю вау вау 200 рублей потрачено не зря какая красота и сколько радости крем я наносила жирным слоем но при этом он питался подсох не образовывает какой-то стянутой пленочки не липки хотят жирным слоем намазала не блестит в принципе кожа такая приятной упитал а сейчас затестим его как базу под тональный крем для своих видео я использую обычно вот такой вот тональный крем от maybelline это супер плотный тональный крем я все-таки не совсем бы советовала его использовать для повседневной носки поскольку он очень очень плотный у меня даже есть видео как этот тональный крем два счета закрашивает татуировку поэтому в обычной жизни я предпочитаю использовать тональный крем от лореаль альянс перфект самый базовый уже устоявшиеся на рынке косметической продукции полу такой средней плотности берем тональный крем кожа намазана кремом от свежей косметики тональный крем я наношу вот такой вот кисточкой и промакиваю спонжиком от самого нанесения кисточкой ничего не скаталось вы же понимаете что я промакиваю излишки спонжиком поэтому буду промакивать и уже оценю весь результат подведем итог я промакивала излишки спонжиком глядя в зеркальце и хочу подытожить все-таки немножечко подскатывается конечно причиной может быть то что я нанесла жирный слой но для перфекционистов все-таки этот крем лучше использовать просто как крем поскольку как крем он реально хорошо так упитал кожу конечно свойства омолаживающего лифтинг эффекта с помощью гиалуронки в составе продукта этого крема можно проверить только со временем использования но хотя бы просто как крем который упитал кожу и сделал очень очень приятно его стоит оставить всем спасибо за ваш просмотр не забываем поддержать мою честность и креативность своими большими пальцами вверх стараюсь на регулярной основе несмотря ни на что на то что происходит в мире на то что происходит со мной стараюсь на регулярной основе чем-то развлечь что-то показать и что-то информативное на своем опыте принести поэтому не забываем поддержать меня большими пальцами вверх подписочка на мой канал и поставить колокольчик чтобы увидеть мои следующие видео всех люблю всех целую с вами была я пусть pink и желаю вам крепкого здоровья и ярких эмоций